Всем привет! С вами Большой Сэм. Можете написать свое мнение по поводу моих штор, но мои шторы пока меня устраивают. И напоследок я хотел снять видео, где я иду и закупаюсь на 1000 рублей, создаю новогодний стол. Я выбрал два магазина, в которых я пошел и закупился. Первый магазин был это Красное Белое. Там один из самых дешевых алкоголей в городе. И там дешевые яйца, которые я смог найти. Я купил там яйца и шампанское. И дальше я пошел в Ашан и докупил все остальные продукты. Все оставшиеся продукты. Во время съемок этого видео со мной случались различные трудности. Первая трудность, с которой я столкнулся, это было довольно трудно готовить одной рукой, а другой снимать. И контент поэтому получился такой скомканный. И поэтому я решил такое видео не выкладывать. Потому что моим подписчикам просто будет очень скучно за этим смотреть и наблюдать. Да, я решил более подходить к контенту, делать что-то более интересное. Возможно, это видео тоже будет покажется вам скучным. Но в этом видео я хочу с вами просто поговорить, что-то обсудить. Вот я поменял ракурс и теперь я сижу за своим рабочим столом. Луха улетает. Да, вот я снял видео и доказал, что у меня получилось на 1000 рублей, на 1000 рублей закупиться и сделать новогодний стол. Я могу прикрепить это видео где-нибудь тут. Ну, как уже все в конце получилось. Да, и выкладывать, и его монтировать я его не буду, потому что там очень скучно. Вторая трудность, с которой я столкнулся во время создания этого видео, у меня пять раз вырубило пробки. Я ходил в коридор и как мизия с палкой, вот, брал эту палку и там включал этот. Из перебойник, ну, или что-то такое, я не электрик, я не помню, как это называется. Да, вот. Я чинил свет, свет вырубался, я чинил его снова и так пять раз. В итоге я сидел с одной лампочкой и плитой, и мне уже не было настроения это все снимать. Я готов 4 часа, я хотел есть. Настроение было так себе, поэтому я решил не выкладывать это видео, потому что оно будет скучно. А сейчас я опять повторяю. А теперь перейдем ко второй теме, о которой я хочу поговорить. Я хочу рассказать, что произошло со мной в этом году. Да, в этом году, как вы знаете, я создал свой канал. Все началось с того, что в марте мне стало довольно-таки скучно, я не знал, чем себе занять. И я жил в центре Петербурга на станции метро Чернышевская. Там где-то было 200-300 метров от метро. Я жил в коммунальной квартире, я снимал где-то за 10 тысяч рублей в месяц. Я подумал, что будет довольно интересно снять про это видео, показать, какие такие, можете, коммуналки, может, что такое коммуналки вам показать, если кто не знал. Да, может кто-то забирать переезжать в Петербург, и он понимает, что там квартиры довольно дорогие. А коммунальные квартиры, это неплохой выход, но они маленькие. Я вам показал, как можно жить, как я жил, ну, вот, как выглядел моя комната, как я ее обставил, и что, как я там делал. И это стоило мне 10 тысяч рублей в месяц. Да, сейчас я съехал и снимаю уже другую квартиру, но это уже квартира студии. Дальше две рубрики у меня появились. Первая рубрика, это как дела на кухне. Если кто не знает, это рубрика там, где я готовлю всякие блюда. Первое блюдо я там приготовил доширак. Это был уникальный доширак, никто до меня никогда их не делал, не готовил. Поэтому я решил научить своих подписчиков готовить дошираки, да, вот. А вторая рубрика, это 700 рублей на уме. Да, 700 рублей на уме, почему я так ее назвал? Потому что в неделе 7 дней, и каждый день вы тратите, как бы, 100 рублей, 7 дней разбиваете, так, на 7 частей, и тратите 100 рублей. Вот, и получилось 100 рублей на 7, 700 рублей. И цель данной рубрики заключается в том, что вы ходите по разным магазинам. Каждую неделю я хотел менять магазин, например, там, Ашан, там, Красно-Белое. Даже вот в алкогольном магазине я смог найти продукты, чтобы питаться на них целую неделю. И 4 недели, по-моему, я снимал такие видео, и у меня выходило питаться вот на те продукты, которые я закупил. Да, эксперимент я попробую продолжить, но сделать его как-то более интересным, что-то разнообразить, потому что, ну, как мне кажется, он все равно тоже скучный. Да, еще я пытался снимать какие-то видео на тему, там, психологии, взаимоотношений, там, что-то такое между женщиной и мужчиной. Ну, или женщина и женщина, либо мужчина и мужчина, как бы, ну, кто как хочет, вот. Да, и там было 50 на 50, что-то я озвучил свои мысли, которые посетили меня на протяжении вот этой всей жизни, что я живу, мой жизненный опыт и 50% шуток, которые, ну, кто-то даже без лайков ставил. И в новом, уже 22-м году у меня есть пару идей для новых рубрики, для новых видео. Ну, этого я вам сейчас, конечно же, не расскажу, чтобы сохранить инкрики, чтобы мои подписчики ждали, не понимали, что их там ждет, они такие, а, наверное, опять снимем 700 рублей на уме, а если им что-то интересное, и уже, да, вы посмотрите, и подниму вам настроение своими, своими видео. Ну, может, кто-то дизлайк поставит, если вы, конечно, расстроитесь, вам не понравится. В любом случае, это все равно эмоции, потому что вам что-то не понравилось, вы испытали плохую эмоцию. Если вам что-то понравилась, например, моя шутка какая-то, вы испытали хорошие эмоции, эмоции радости, а получить эмоции – это круто. Именно из-за эмоциями вы приходите на мой канал. А теперь я расскажу вам, зачем я вообще начал снимать и заниматься блогерством, там, ютубом, и делать то, что я делаю. Во-первых, я пытался найти себя, попробовать что-то новое, и вот я попробовал ютуб, и мне понравилось. И я пока не планирую на этом останавливаться, я планирую развивать свой канал и делать что-то интересное. Потому что пускай меня смотрит один человек, но пока он меня будет смотреть, я буду придумывать что-то интересное, пытаться как-то разнообразить контент, как-то удивлять его, снимать что-то интересное, в первую очередь для себя. И хотел бы слышать от вас обратную реакцию, чтобы вы говорили, Большой Сэм, здесь ты сделал какую-то полную дичь. Вот Большой Сэм, мне вот это понравилось. Большой Сэм, мне вот это понравилось. Большой Сэм, я бы хотел, чтобы ты снял вот на эту тему. Или вот это. Например, Большой Сэм вышел iPhone 125, сними на него обзор. Ну, Большой Сэм, конечно, ко всем прислушается, но вряд ли я сниму на iPhone 125 обзор, потому что iPhone 125 выйдет еще очень нескоро. И я думаю, что я не доживу, конечно, до этого времени. А теперь я бы хотел поздравить всех своих подписчиков с наступающим Новым Годом. В Новом Году, мои любимые подписчики, я бы хотел вам пожелать не просто удачи, а пожелать заниматься любимым делом. Если у вас еще нет такого любимого дела, чтобы вы его нашли и начинали им заниматься. Пытались как-то развивать себя, работать, изучали какие-то новые области, читали новые книги, что-то новое изучали. Да, потому что заниматься любимым делом и найти это любимое дело, это самое непередаваемое ощущение, что может быть, наверное, да, мне так кажется. А если вас все задолбало, то я вам дам совет путешествовать. Да, большой, сам ты скажешь, путешествуйте, сказать-то просто, а сделать это довольно-таки сложно. Для этого нужны деньги. Но я думаю, что у моего подписчика есть какие-нибудь 2-3 тысячи рублей, и они завалялись. И вы живете в какой-нибудь области, и в вашей области есть 2-3 крупных города. Допустим, вы живете в самом крупном городе этой области. Предположим, еще есть 2 города. Область, ну, допустим, ваш второй город, он находится где-то, ну, километров в двухстах. Вот, и в районе области можно путешествовать на электричках и автобусах. Вы берете какой-нибудь билет на автобус и едете в другой город. Пока вы едете, вы можете наблюдать за всяким ландшафтом, смотреть всякие деревья, там, пейзажи. Можете смотреть какой-нибудь фильм или сериал, или слушать какую-нибудь музыку. И наблюдать вот за всеми вот этими красотами нашей необъятной родины, Руси-матушки. Да, приехав в городе, что вы можете делать? Вы, например, любите шавермы, как я. И вы можете приехать в какой-нибудь город, уже даже меньше, и найти какую-нибудь точку шавермы уникальную. Попробовать какую-то новую рецептуру, новый вкус. Ну, ингредиенты могут быть немного другие, например, какие-то другие специи или соуса. И вот это уже будет интересно, что-то новое попробовать. Да, например, в своем городе вы все испробовали, и вас уже ничем не удивить. А в новом городе вы еще не знаете. Вы не пробовали. Вы увидите какие-то новые дома, какие-то новые вывески. Может быть, какие-то памятники, архитектуры. Я считаю, что нужно, как бы, хотя бы один день, там, два переночевать в хостеле. Вы можете переночевать в хостеле, это самый дешевый довольно-таки вариант. Ну, или попробовать найти где-нибудь квартиру. Я думаю, за тысячу-пот, и можно снять какую-нибудь квартиру. Да, а если у вас вдвоем с коричем, то, ну, это еще будет дешевле. Вы можете, там, потусить, что-то найти интересное. И приятные воспоминания, эмоции с вами будут еще довольно-таки долго. Да. А с вами был и остается Большой Сэм. Увидимся в новом уже 2022 году. Всех люблю и целую. До скорых встреч.